Виктор Владимирович, а можете, пожалуйста, охарактеризовать, в чём особенности вирусной инфекции в текущем сезоне? Я только вернулась с IT-конференции, которая проходила в Дубае. Большое количество людей, которые приезжают из Москвы, из Питера, на себе привозят эту заразу, и она достаточно агрессивная, быстро распространяется. Начинается со слезотечения, заложенности носа. Очень быстро это развивается в кашель. То, что трудно говорить, трудно соображать. Даже некоторые спикеры вынуждены были отменить свои выступления. И даже приходилось оказывать помощь. Ну, конечно же, я не могла остаться в стороне. Но как минимум 11 человек эту помощь получили, быстро выскочили из этой ситуации. Благо, что у меня ещё фитопрепараты с собой были, и упражнения помогали хорошо. Ну, собственно, народ-то боялся, что вот они приехали, большие деньги затратили, а общаться с людьми не смогут. Ну, и удалось эту ситуацию разрешить. А вот если бы не было такого разрешения, то есть какие особенности, на что нужно обратить внимание, как вот иметь дело с такой ситуацией? Ну, особенности Ю, или будем так говорить, особенности АМИ течения смешанной формы ковид и парагриппозных состояний, как вы сказали, в текущем сезоне, я бы даже сказал, он такой набегающий, потому что он с явной тенденцией перехода в Новый год. Победить так называемый набегающий вирус своими собственными руками вполне возможно. И такие технологии существуют. Они разработаны нами. Ими можно воспользоваться быстро, легко, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Переходите, регистрируйтесь и оказывайте своевременную помощь себе и близким. Вот эта волна, которая ковидно-гриппозно идет, она связана с тем, что усиливаются застойные явления в области магистральных сосудов. В первую очередь, это магистральные сосуды верхнего плечевого пояса, это магистральные сосуды головы, это магистральные сосуды брюшной полости. И одной из разновидностей, такой катастрофичной течения данной формы, на мой взгляд, является, конечно, застойное явление в области почек. На это вот надо обратить внимание. Почему? Потому что очень часто застойное явление в области почек маскируется пояснично-крестцовыми прострелами. Люди не знают, но не будучи сведущими в клинических проявлениях почек, если до этого никогда не болели почки, если никогда до этого не было проблем с мочеиспусканием, вдруг из того ничего начинает болеть спина, идет система такая стяжательства в области стягивания мышц пояснично-крестцовой зоны, захватываются ягодичные мышцы, захватывается наружная и внутренняя поверхность бедер, и это сопровождается повышенным мочеиспусканием, то, конечно, это вот картина, будем говорить, сегодняшнего дня. Плюс к этому, конечно, я обратил внимание, что, я бы обратил внимание на то, что такой разновидностью, печальной, еще могут быть, так называемые, спонтанные кровотечения. Это могут быть и анальные кровотечения, это могут быть носовые кровотечения, это могут быть кровотечения из ушных проходов, и истончения эндотелия магистральных сосудов, которые, вот, в первую очередь, подвергаются вирусной и гриппозной активности, конечно, чреваты вот такими вот явлениями. Поэтому, надо очень, очень аккуратно относиться к тому, что вы едите, что вы пьете. В этом смысле, конечно, это не очередная страшилка и пугалка, с нашей стороны, а я бы обратил внимание, конечно, на то обстоятельство, что именно газированные напитки, сладкие газированные напитки, они являются провокаторами, по отношению к сосудам, в первую очередь, провокаторами, по отношению к сосудам поджелудочной железы и к сосудам почек. Поэтому... Ну и, да, да. Никакие это ни страшилки, ни пугалки. Ну, мне реально приходилось спасать человека от носового кровотечения. Прямо на конференции. Вот, просто, и обратный, вот, обратная дорога в самолете. Прям очередь, самолет вроде бы небольшой, а очередь в туалет большая. И даже женщина, которая сидела со мной, ну, лет на 15, моложе меня, в течение полета, полет, ну, четыре часа был, пять раз вставала, значит, попросила меня выпустить ее в туалет. Ну, это, это не страшилки и пугалки, это просто реальности сегодняшнего дня. Ну, в связи с этим я, конечно, хотел поделиться нашими упражнениями, нашими способами воздействия, помощи при таких состояниях. Это, в общем-то, один из знаменитых треугольников кочевников. Вы знаете, что, Татьяна Владимировна, вы помните, что мы показывали треугольник кочевников. У нас есть очень хорошее видео, посвященное проблемам, связанное с бронхитами, с бронхолититами, с бронхотрахиитами. А в контексте сегодняшних событий, как вы сказали, и клинических проявлений, я хотел бы показать малый треугольник кочевников, который, как раз таки, направлен на стабилизацию состояния поясницы и на стабилизацию состояния мочевого пузыря. Эти точки находятся у нас на границах устьев второго и третьего пальца. Можно поближе к камеру? Вот, я показываю. Да, повыше чутье, поднимите и сбоку. Вот у вас указательный палец, вот у вас указательный палец и третий палец. Вот у вас вот есть местечко, которое, но у нас, к сожалению, в новой студии не оказалось фломастера, поэтому я вам покажу карандашиком. Вот таким вот. Вот в этом месте, вот в этом месте, обратите внимание, находится локализация одной почки в этом месте между четвертым и пятым пальцем. У нас находится локализация в устье костном, вот находится локализация еще одной почки. Рефлекторная проекция. Рефлекторная проекция. Да, я часы подвину, ремешок. Вот в лучезапястной складке находится знаменитая точка поясницы. Вот, вот в этом месте. Вот в этом месте, вот в этом месте. Палец утопает. Да, палец утопает, так точно. Да, что мы с вами делаем? Мы с вами воздействуем в течение 45-50 секунд по часовой стрелке, по отношению к собственному телу, на точку поясницы. Что мы с вами сделаем? Мы с вами подтягиваем мышцы, которые мы практически не можем, кроме хирургическим образом, никаким подойти. Это у нас большие и малые поясничные мышцы, которые находятся у нас в брюшной полости. Вот они чаще всего при таком виде вирусной патологии, которая нынче грядет, которая даже не грядет, а уже идет, в первую очередь подвергается агрессии. Вот мы помогаем этим мышцам. Мы укрепляем, помимо этих мышц, мы укрепляем еще и органы малого таза. Мочевой пузырь относится к органам малого таза. Поэтому мы переходим к системе мочеточников или к системе почек. Вот у нас почка левая, мы на нее воздействуем ровно так же в течение 45-50 секунд по часовой стрелке. Потом мы переходим на правую почку. Без разницы, хотите, воздействуйте у себя на правой почке, потом на левой. Но, конечно, надо помнить о том, что, в первую очередь, мы воздействуем, конечно, на точку поясницы. Работаем по правилу правой и левой руки. Если вы правша, вы начинаете работать на правой ладошке у себя, на правой лучезапястной складке. Если вы левша, вы делаете это у себя на левой руке, а потом переходите на правую, а правши, отработав правую ладонь у себя, переходят на левую сторону. Вот таким вот образом мы с вами усиливаем состояние поясницы, мы с вами усиливаем состояние тазобедренных суставов, мы с вами усиливаем состояние почек. И именно в конкретной части почек мы с вами усиливаем системное кровообращение. Вот это очень важно, потому что текущие события, связанные, извините за тавтологию, с текущей формой ковида и гриппа, как раз-таки поражают, в первую очередь, вот эти вот мельчайшие клубочковые организации наших почек, которые называются нефронами. Которые называются нефронами. И вот там вот очень тонкая организация, фильтрование, она поражается, конечно, в первую очередь, таким вот очень мощным воспалением. И поэтому отсюда уже и начинается потом, как осложнение на почки, развитие пиелонефрита, развитие гидронефроза и далее, далее по списку. И, конечно, с точки зрения сосудистой компенсации, сосудистая компенсация, это проявляется в виде носовых кровотечений, это проявляется у нас... Кровоизлиянием в глаза? Кровоизлиянием, так точно, да, кровоизлиянием в глаза. Это могут быть проблемы с воспалением среднего уха, это могут быть истончения в области сосудов пищевода, желудка, толстого кишечника. Поэтому обращайте внимание вот на эти вещи, и старайтесь себе помогать. И еще раз я хочу напомнить вам о том, что минимизируйте, минимизируйте сладкое, особенно сладкие напитки. Минимизируйте, постарайтесь. Есть огромное количество наших замечательных квасов и так далее, так далее. Есть наши напитки домашние, есть наши компоты и прочее, прочее. Но вот постарайтесь своим почкам помочь, постарайтесь помочь своим сосудам. Ну а, в общем-то, у наших подписчиков есть возможность не доводить до такой ситуации, что вот постгриппозное, постковидное, поствирусное осложнение на почки, на сосуды формируется. Можно создавать надежный барьер защиты, причем это можно делать своими руками при помощи наших технологий. И сейчас самое время это делать, поскольку массовое перемещение людей, вот эти корпоративы, гости, праздники, подготовка к праздникам. То есть усиливается угроза в сотни, в тысячи раз. Это же не просто геометрическая прогрессия, гораздо больше. Вот поэтому есть возможность защититься своими руками. И мы такую возможность предоставляем, сформировать надежный барьер именно с точки зрения качества слизистых оболочек, защищающих нас от проникновения вируса внутри нашего организма. И вот наш новый интенсив. Вернее, раньше мы его проводили подобный интенсив. Но вот сейчас пересмотрели, вот программа прям идеально подходит под данную конкретную ситуацию, когда занимаетесь пять дней подряд. Короткие, простые упражнения, но достаточно хорошо защищают. Причем вы можете защитить и себя, и близких. И у вас доступ пять дней плюс одна неделя, как раз чтобы все праздники прошли благополучно. Поэтому приглашаем вас. Цена символически, вот практически организационный сбор. Заходите, выполняете и чувствуете себя спокойно, уверенно. Собственно, ну, можете посмотреть несколько коротеньких отзывов, которые говорят о том, как это быстро и легко можно решить в самом вот просто начале, в зачаточном состоянии. И даже если разыгралась ситуация, уже температура появилась. Во всяком случае, дается вот такое натюжное решение. Да, уважаемые друзья, дорогие коллеги, переходите по ссылке прямо под этим видео, которое вы смотрите, регистрируйтесь, приходите на встречу с нами, на котором мы подробнейшим образом покажем, расскажем, ответим на ваши вопросы и лишний раз вместе с вами обладеем или будем продолжать даже обладевать инструментами, которые помогут нам избавиться от огромного количества осложнений. И в первую очередь, конечно, помните о том, что сохранение качества наших почек, это сохранение качества нашей энергии, это сохранение качества нашей когнитивности, это сохранение наших, будем говорить, социальных устремлений. Потому что больные почки, как говорил один из величайших основоположников современной урологии, австрийский профессор Шляур, это качество нашего мышления. Активные почки, это качество нашего зрения. Активные почки, это качество нашего слуха. Помните, пожалуйста, об этом. Профессор Шляур знал, что он имел в виду. Потому что через его руки прошло огромное количество людей, которые вынесли осложнения после пресловутой испанки, которые вынесли огромное осложнение после событий, связанных с началом Второй мировой войны. Тогда, как раз таки, когда огромное количество людей было подвержено вирусным атакам и их осложнениям, в первую очередь заболеванием почек. Недаром сороковой и сорок первый год двадцатого века называли почечными годами. Ну а чтобы убедиться и посмотреть, как это быстро и легко получается, вот можете просто буквально сейчас посмотреть несколько коротеньких видео отзывов и понять, что вы точно сможете так же. Да, точно так же себе помочь и точно так же себя обезопасить. Ссылка в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. Переходите и будьте здоровы! Добрый день, меня зовут Эльмира. Я являюсь руководителем премиальной программы, на которую прекрасным образом приехала Татьяна Владимировна Картавина. Я очень сильно заболела за день до того, как мне нужно было вылетать в Дубай, в другую страну. Оказалось, что у моего молодого человека температура 40 грипп. И я молилась, чтобы не заболеть, но заболела очень сильно. Мне было очень плохо, у меня была высокая температура. Я вообще ничего не могла делать, только лежать. И Татьяна Владимировна меня буквально спасла. Она дала мне препараты, которые они самостоятельно разработали. И буквально за ночь я встала на ноги. Вот как видите, сейчас как раз таки второй день. Вчера Татьяна Владимировна меня лечила. Чувствую себя замечательно, прекрасно. У меня даже появился голос. Я могу говорить, ходить, что-то делать. В общем, я прекрасный живой человек. Очень сильно благодарна Татьяне Владимировне. Всем рекомендую. Всем привет. Меня зовут Лиза. Я видеограф. Приехала в другую страну снимать мероприятие в Дубай. И оказалось, что все мои коллеги заболели. И сейчас поголовно все и в Москве болеют. И я заразилась. Сегодня я поняла, что у меня сковывается полностью горло, заложился нос. И я увидела, как моя коллега-сосед вчера из полтрупа превратилась в прекрасную жизнерадостную девушку. Я спросила, а как так произошло? Она говорит, а мне Татьяна Владимировна дала докладки. Я говорю, можно мне тоже? И мы сделали практики, мы сделали упражнения, после которых я сразу почувствовала себя лучше. Татьяна Владимировна дала мне препараты. И я чувствую себя реально почти, как будто бы ничего и не происходило. Вот. Спасибо вам большое. И всем советую обязательно. Это просто Матхэп. Спасибо. Спасибо. Ну Продолжение следует...